Эльмир, здравствуйте! Вы стали от Татарстана наставником российского проекта «Культура для школьников». В звездном культурном десанте есть и космонавты, есть и актеры. Это Владимир Машков, Евгений Миронов, есть олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Как вы оказались в этом десанте? Какие цели перед вами ставили или вы для себя сами ставили? Ну, пригласили меня конкретно Министерство культуры Республики Татарстана и лично Министр культуры Ирата Хавизиановна. Я очень благодарна ей за то, что она мне доверила такую почетную миссию. Ну, во-первых, этот проект создан совместно с Министерством культуры Российской Федерации и Министерством просвещения для того, чтобы был интерес школьников, родителей и, конечно же, самих педагогов изучать нашу культуру. И наша самая главная задача – это, во-первых, рассказать о нашей богатой культуре и повысить качество получаемого образования. И, конечно же, как следствие, чтобы дети хотели развивать свои творческие и интеллектуальные способности. И сейчас, на данный момент, у нас есть три блока. Это культпоход, когда школьники вместе с педагогами собираются и ездят на различные спектакли, концерты. Ну, у каждого по-своему. Потом у нас есть культурный клуб. Это когда наши детки принимают участие в мастер-классах. Они приходят на интервью с интересными личностями, будь то литература или это изобразительное искусство, артисты. И цифровая культура – это когда школьники изучают интересные порталы, заходят на сайты музеев, театров, изучают это всё. Конечно же, они ещё у нас участвуют в конкурсах, получают призы. И одним из таких самых интересных призов, как вы и сказали, это, конечно, является посещение культурных учреждений, спектаклей, концертов и различных фестивалей. Ну, что удалось уже сейчас делать? Либо вы запомнили самую какую-то интересную экскурсию, какой-то мастер-класс, либо самых необычных школьников. Вот что-то было уже интересное, о чём хочется рассказать, и вести свой культурный дневник Мира Калимулин. Ну, во-первых, если мы начинаем с самого начала, то 2019 год для школьников был интересен тем, что когда они участвовали в конкурсе, многие победители, точнее все победители, получили билет на новогоднюю ёлку республиканскую. Мотивация была хорошая. Конечно, их привезли, они увидели грандиозное шоу, посмотрели сказку и ещё, конечно же, посетили концерт российских звёзд. Ну, на данный момент уже 700 победителей у нас есть. Сейчас, если говорить лично о моём культурном дневнике, это, конечно же, больше цифровая площадка, потому что мы сейчас практически все перешли в онлайн, и я активный пользователь социальных сетей, и очень много мне пишут деток, что было бы классно ещё раз повторить какие-нибудь онлайн-концерты, но на данный момент пока мы занимаемся премьерой в театре. Ну, вот как-то у нас так идёт работа. Как вы сегодня уже могли оценить значимость этого проекта? Насколько оказался действительно востребованным, и будет ли продолжаться он дальше? Ну, во-первых, мы смотрим на динамику. Всё больше и больше учеников, и даже целые классы участвуют в конкурсах и в этих программах. И интерес колоссальный, потому что очень многие дети, которые даже не задумывались о том, что они хотят заниматься, допустим, рисованием, пойдут и начнут учиться в художественной школе. Мне кажется, это очень важный момент, и тем более, когда дети ещё посещают культурные учреждения, допустим, тот же самый театр, их приглашают за кулисье. И это же самое интересное. Одно дело, ты посмотрел представление, другое дело, когда ты увидел кухню, и многие пошли заниматься именно актёрским мастерством. Мне кажется, результаты очевидны, и дальше мы будем набирать обороты, и, конечно же, популяризировать это. И главное, что ещё приобщаются родители. Такая у нас командная работа. Сейчас с такой любовью рассказывали про за кулисье. Вы сами не так в культуру попали в конечном итоге? Нет, мой путь немножечко был другой. Моя родная тётя была педагогом по фортепиано в музыкальной школе и решила на выпускной вечер своим деткам подарить музыкальный номер. И вот мне было 6 лет, я выучила песню и спела. Практический проект культуры для школьников в личном исполнении. Вы сейчас говорили о том, что вы рассказываете об истории, культуре, крае, рассказываете о самобытности татарского народа, многонационального татарстана. Вот какой интерес, в какой области больше всего деток? Что им интересно из истории татарстана, и насколько она интересна им сегодня? Ну, во-первых, конечно же, интересны времена Ивана Грозного, о становлении Казани, о том, как мы можем развеять некий миф о Симбике, рассказать, кто она. Вот это, наверное, самая популярная такая тема. И деткам очень интересно. А дальше они уже начинают копать сами, потому что, когда ты правильно преподносишь информацию и умеешь правильно заинтересовать ребенка, у него появляется мотивация изучать самому и становиться умнее. Почему все-таки выбрали именно вас? Как вы думаете? Вы ближе сейчас к этому поколению, и вот эта волна популярности вашей ближе к деткам? Сколько? 10-15 лет ученики участвуют? Ну, вообще ученики с первого класса начинают приобщаться к этой программе. Ну, больше, конечно, людей, которые учатся с пятого класса. Ну, почему меня выбрали, я не могу сказать. Я могу сказать только огромное спасибо. Я очень люблю сама детей. И сейчас вообще я нашла новое себе, так скажем, поприще. Я и сама как педагог по вокалу. Поэтому для меня это интересно, общение с детьми. И когда ты пишешь музыку, записываешь песни, ты ведь тоже обращаешься и к юным слушателям. Ты же хочешь, чтобы они воспитывались и свой вкус именно с самого детства начинали как бы выстраивать. Поэтому, ну, это мое желание участвовать в этом проекте. А почему меня выбрали? Я не знаю. И такой, наверное, завершающий вопрос. Что бы вы еще добавили в этот проект? Чего не хватает, на мой взгляд? Уже все-таки два года действует культура для школьников, российский проект. И, похоже, что, мне кажется, есть еще ниши, которые можно было исследовать. Ну, это, можно сказать, такая очень объемная история. На данный момент, конечно же, школьникам очень не хватает живого общения. И все мы знаем, что ограничения, к сожалению, постигли весь мир. Я думаю, что следующий год даст больше импульса и будет еще больше рвения, как нас, те, кто непосредственно в центре этого проекта, и также детей, и родителей, с педагогами, чтобы было как можно больше вот этих не онлайн-встреч, а оффлайн. Хорошо, спасибо. Спасибо вам.